Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Природа Будущего, я Лариса Зарубина. Сегодня я с вами хочу поговорить о растениях, которые могут достойно украсить любой тенистый уголок сада. И причем вам не только назову растение, постараюсь вам помочь создать композицию из этих растений. Вы знаете, такие композиции, тенистые уголки всегда проблемные. Всегда хочется туда посадить так, чтобы растение было не только красивое, но и желательно, чтобы оно цветло. И чтобы после того, как оно отцветает, сохраняло красивое листво. Вот я сегодня постаралась исполнить вот эти все три условия. Ну, надеюсь, что ролик вам будет полезен. Но прежде чем начать ролик, я хочу прокомментировать события. У нас на канале после выхода ролика про серебряный меден был очень много в комментариях вопросов о том, что спорный момент по поводу использования его. И все ваши вопросы, все ваши комментарии я отправила производителю. И сейчас он просто готовит полноценный ролик по всем вот этим вопросам, которые вы задали в комментариях. Так что ждите, на канале ролик такой будет. Ну, мое мнение по отношению к серебромедену вы знаете, но все-таки я хочу, чтобы, конечно же, нам производитель все вот эти нюансы и все тонкости рассказал. Ну, а мы будем, конечно, следить за новостями. Ну, а теперь сам ролик. Начну я, конечно, с цветка, который очень люблю. Мне нравится этот цветок тем, что это неприхотливый, красиво цветущий. Оттенков много, цветы красивые. Называется цветок астранция. Мало того, что этот цветок красиво цветет. Цветочки у него вроде бы кажутся неказистые, но эти цветки держатся долго. Размер цветочков небольшой, но они многосложные. Несколько ряд разного по размеру лепестки. Цветовая гамма разная. Высота у цветоносов, у растений тоже бывает разная. То есть здесь есть где поиграться, выбрать какие-то по определенному типу растений. То есть если вам нужен передний план клумбы, то вы можете выбрать низкорослую астранцию. Если нужен средний план клумбы, то, конечно, можно выбрать и те, которые повыше. И самое главное, что мне очень нравится. После того, как отцветает астранция, у нее остается листва. И листва декоративны весь сезон. Она сама по себе очень красиво исполнена. Красивая. Нарядная листва, фактурная такая. И цветочки. Цветочки могут использоваться замечательно просто в сухих букетах. Смотрятся они хорошо, не теряют своей декоративности весь зимний период. Смотрятся они в любом месте в вазонах, где вы их поставите, в комнате, на подоконнике. Не выцветает на солнце. То есть, в общем-то, не цветочки, а одно сплошное удовольствие. Особенно в зимних букетах. Чем хорошо еще астранция? Неприхотлива. Выносит фактически любые почвы. Единственное, что она не любит, это застой воды. Ну, впрочем, как и все растения. И еще от нас, конечно, она требует то, чтобы она, все-таки место ее лучше, там, где она чувствует себя более комфортно, это полутень. И самое главное, может развиваться путем деления кустам. То есть, растения можно разделить и можно семенным материалом вырастить свою собственную астранцию. Тем самым, конечно, затраты. Если вам особенно надо много растений, то затраты, конечно, будут минимальные. Купили семена, посеяли и все вырастили. Вот такая прекрасная астранция. Второй моей списке растений под названием волжанка. Ну, волжанку одним словом охарактеризовать нельзя. Если сказать, что это красивое растение, можно просто ничего не говорить. Потому что это величественное, красивующее растение, которое вот этими своими соцветиями белоснежными добавляет ажур в воздух, добавляет настроение в саду. Это высокое, сильное растение. Ну, в основном все сорта волжанке, они все-таки высокие. И этим-то она и хороша. Особенно, когда нам нужно задекорировать, ну, скажем, высокий запор. Не всегда можно подобрать растение, которое мирится с тенью и еще цветет именно вот в условиях такой вот, скажем, ограниченной освещенности. Волжанка здесь себя чувствует очень хорошо. Цветонос у нее просто сплошной восторг. Зацветает она где-то с середины лета, и цветение длится у нее достаточно долго. Чем еще хороша? У растения очень высокий иммунитет. Растение фактически ничем не болеет никогда. То есть это крепкое, сильное растение. И вот так, если в упрощенном виде сказать, что когда уже цветонос отрезаем, они отцветают, ну, чем-то листва напоминает остильбу. Можно сказать так, что, грубо сказать, что волжанка это увеличенная копия остильбы. Так что вот, кто любит остильбы, обратите внимание на эту чудесную, прекрасную волжанку. Ну и продолжает мой список, конечно же, остильбы. Раз уж мы заговорили об остильбе, ну, теперь, значит, посмотрим на остильбу. Остильба – это растение, которое прекрасно растет в тени, и себя оно лучше чувствует в тени. Хотя может и расти на частичном солнце, но при условии интенсивного увлажнения почвы. Потому что остильба не выносит совсем пересыхание почвы. То есть это дама, которая может просто упасть в обморок от того, что ей не хватит воды. И может просто даже вот вас шокировать тем, что кажется, середина лета она у вас просто исчезла. Вот она может прореагировать так на, скажем так, часто пересушку почвы. Она может именно таким способом прореагировать. То есть просто встать, скажем, уйти в спячку до следующего года. Поэтому, чтобы такого не произошло, остильбу нужно поливать. Поливать часто и мульчировать. У нее вертикально нарастающая система, то есть она каждый раз как будто бы себя выталкивает из земли. И поэтому каждый год нужно хороший мульчирующий слой добавлять в корневую зону. Размножается остильба легко и просто. Можно семейным материалом, но лучше, конечно, делением куста, делением корневища. И желательно, чтобы с периодичностью раз в 3-4 года делить и обновлять остильбу. Вот тогда она будет и красиво цвести, и куст будет сохранять декоративность. Ну и, конечно же, у вас будет много посадочного материала. Остильба – великолепное растение. Цветовая гуамма шикарнейшая. Остильба может прекрасно расти и прекрасно уживается с любыми растениями. Это не капризное растение. Из одних остильб можно сделать просто фактически мини-живую изгородь. Посадить ее вдоль дорожек, вдоль тенистых уголков. Там, где есть у вас место, которое мало посещаемо солнцем, сделать такое направление. Оттенить дорожку, показать направление этой дорожки можно с помощью только одной остильбы. Цветовая гуамма здесь настолько разнообразная, есть где разгуляться. Можно даже сочетать, к примеру, красный с розовый и белый и делать снова такой же переход. И вот такими ритмами рассаживать вдоль всей дорожки. И тогда у вас будет нарядная волна, переходящая из одного цвета в другой. Такое прекрасное растение, которое я очень люблю. И в моем саду их много. Это великолепные хоста. Хоста, помимо красивущей просто листвы, это еще и вид, товарный вид. Как вот говорят, конечно, не очень хорошо сказано про растение. Но это праздничный такой ухоженный, опрятный вид на протяжении всего сезона. Единственный момент, когда у хоста отцветают цветоносы, вот здесь нужно их срезать пониже, чтобы ваша хосточка выглядела опрятно. Потому что если цветоносы оставят, растение будет пытаться вызреть семена. И, в общем-то, если обрезаем их высоко, то торчат вот эти вот такие палочки, которые, скажем так, не очень приглядные. Поэтому зацвела, отцвела, отрезаем низко. И тогда у хоста будет опрятный, нарядный вид весь сезон. Цветовая гамма у хоста разная. Могут быть пестролистные, пестролистные с желтым, с желтым, с желтым, с желтым, с желтым, с зеленым. То есть здесь вариантов много. Помните о том, что чем больше желтых полос на хосте, тем больше она может мириться с солнцем. Но, тем не менее, хоста – это все-таки тени, выносливые растения. И даже растения для тенистых мест. Особенно голубые сорта предпочитают именно глухую тень. Вот там-то они и проявляют свою вот эту сизость, сизость-голубизну. И, конечно же, размеры. Размеры хост просто выше всяких похвал. От миниатюрных до 7 сантиметров, от 7 сантиметров мышиные ушки. И до гигантов, которые достигают до 1 метра. В моем саду есть хостел, который лист, но я ему могу положить две ладошки, и у меня еще останется вот столько места на листике. То есть, в общем-то, настоящий целый зонтик. Особенно трогательно, конечно, она смотрится, когда выпадает роса или пройдет дождь. Вот в этих огромных листьях скапливаются такие большие капли воды. Зрелище, конечно, очень красивое. Хост растений, которые прекрасно зимуют без всяких укрытий, ну, скажем так, с небольшим мульчирующим слоем, в средней полосе. Растения, которые беспроигрышные. Может любой тенистый уголок не просто задекорировать, а придать изюминку этому месту. Поэтому, вот кто не сажал еще ни разу хостел, обратите на него внимание. Это беспроигрышный вариант для тенистых уголков. Ну и завершает мой список растений под названием раджерсия. Я очень люблю это растение, люблю за его фактурность листьев. Листья у нее такое ощущение, что они как будто кожаные. Есть сорта, которая на протяжении всего сезона сохраняет вот этот бордовый шоколадный цвет. А есть сорта, которая начинает вегетацию с коричневой листы, ну, скажем так, шоколадной листы, и буквально через несколько месяцев превращается в зеленые. То есть здесь уже выбираете сами. Раджерсия еще при этом прекрасно цветет. Особенно она хорошо в композиции. То есть если вы посадите несколько сортов раджерсии, то поверьте, это будет, ну, очень красивым акцентом. Из-за ее фактурности листьев. Вот кто первый раз видит эти листья, у всех возникает одно и то же желание – потрогать. Потому что лист настолько фактурный, настолько он выпуклокоженный, что вот, ну, очень хочется прикоснуться вот к этой красоте. Развивается она достаточно, не скажу, что быстро, но не скажу, что и медленно. То есть средний темп развития, нарастание вот этого растения раджерсия. Поэтому сразу же, если вы планируете посадку, посадите несколько растений на один квадратный метр. Три-четыре растения. Вот тогда она будет смотреться красиво. И будет ей время для того, чтобы заполнить вот этот вот, скажем, объем. Помимо вот этой фактурной листья, она еще замечательно цветет. Цветочки, конечно, я не скажу, что они очень красивые, но тем не менее в гармонии с листом они смотрятся очень приятно друг друга, дополняя. И раджерсия тоже зимует в средней полосе очень хорошо. Единственное, что все-таки не выносит она это застой воды и не любит повышенной влажности почвы, там вот, где слишком сыро. Поэтому, если у вас весной бывает там застой воды, не сажайте туда раджерсию или сделайте как-то отвод воды. Раджерсию можно разморвать и семеном способом, и делением корневища. Но все-таки самый лучший способ, это, конечно, делением корневища. Ну, а теперь обещанная композиция, которую я вам обещала. Итак, если вам нужно какой-то задекорировать тенистый уголок, на задний план посадите волжанку. Вторым ярусом я предлагаю вам с левой стороны посадить композицию из трех раджерсий, и пусть будет раджерсия коричневого цвета. В середине посадите остильбу с красными цветами и зеленой листвой, и с правого бока тоже посадите раджерсию. А в углах, вот здесь, где соприкасаются раджерсия и остильбы, посадите, ну, скажу так, четыре, нет, пять штук мышиных ушков, которые обладают маленькими, красивыми, сизыми листочками и цветут лавановыми цветами. Сочетание будет просто великолепнейшее. И вот этот участок будет у вас декоративен весь сезон. И замульчируйте все это древесной корой, лучше лиственных пород. И тогда, поверьте, этот участок будет и декоративным, и малоуходным. Я прощаюсь с вами, и я надеюсь, что я вам помогла задекорировать тенистый уголок.